МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Данное управление МВД по Свердловской области, подполковник полиции Артем Лаздань. Артем Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько остро стоит проблема мошенничества в Свердловской области? На самом деле проблема стоит очень остро. И не последнего времени этот вопрос, а вопрос довольно долгого. Год-полтора назад началась проблема у нас по мошенничествам, связанным с кражами с банковских карт, с похищением денежных средств с банковских карт граждан. Мошенники звонят, представляются сотрудниками безопасности банков под разным предлогом, выманивают у граждан номера карт и таким способом переводят себе денежные средства. Суммы, конечно, разные идут, начиная от 50 тысяч, это самое минимальное, и заканчивая несколькими миллионами. Если говорить о банковских картах, мы с вами пройдемся сразу же по различным видам мошенничества, с чем сталкиваются граждане. Но вот банковские карты сейчас это самое распространенное. Как действуют мошенники? Что они делают? Почему покупаются люди на их действия? Ну, наверное, самое главное это то, что мошенники очень убедительны. И граждане теряются, когда мошенник звонит, называют фамилиями отчества гражданина, число месяц года рождения, а иногда и адрес. Говорят, что вот сейчас может произойти кража ваших денежных средств с вашей банковской карты. Я сотрудник службы безопасности того или иного банка. Я вам предлагаю сейчас, чтобы не произошло преступление, перевести денежные средства на другой банковский счет. Для этого вы должны продиктовать мне номер вашей банковской карты и потом дальше уже, которые будут приходить смски, вы должны мне их говорить. И тем самым ваши денежные средства окажутся в безопасности. Вот граждане на это клюют, они, к сожалению, у нас очень доверчивые граждане, и переводят денежные средства. Тем самым прощаются с большим количеством денег. Артем Анатольевич, но эта тема не новая. Это, скажем так, не признак самоизоляции. Эта тема достаточно уже обсуждаема и несколько раз уже, много раз точнее обсуждалась. Почему люди покупаются на такие призывы мошенников, учитывая, что все знают, есть номер телефона банка, позвоните, уточните. Почему покупаются? Ну вот я, как уже говорил, это доверчивые граждане у нас очень, и мошенники очень убедительные являются. Действительно, на самом деле, когда вам звонит неизвестный номер, как правило, мошенники звонят с номеров, начинающихся на 495, 492 и 8800, никогда не делайте поспешных выводов. Скажите, я сейчас перезвоню. Возьмите банковскую карточку свою, на обратной стороне есть официальный номер банка, в котором вы обслуживаетесь, и наберите на горячую линию. Там вам ответят. Операционисты скажут, что делать, и действительно происходит какое-либо незаконное списание. Как защитить старшее поколение? Если молодежь уже знает, что нужно позвонить туда-туда-туда, есть ли какие-то превентивные методы для пенсионеров, для тех, для кого номер 8800, позвонить по нему, это страшно просто? На самом деле, постоянно. На постоянной основе мамам, бабушкам, прабабушкам говорить о том, что не надо отвечать на телефон из неизвестных номеров. Никогда никому не говорить свои данные. Ни банковские карточки, ни смс-сообщения. Нами также проводятся работы и с банками, и совместно с банками. То есть достигнутся договоренности о том, что когда граждане пожилого возраста приходят в банк, пытаются снять денежные средства, те же самые кассиры-операционисты спрашивают, для каких целей, для чего вы это снимаете. То есть много случаев действительно, когда пресекали вот эти вот мошеннические действия, похищение денежных средств у граждан. Я вот слышала, есть такой способ у бабушек, у наших, у мам, тех, кто уже весьма преклонного возраста, стирать вот эти вот три цифры CVV, которые сзади на карточке. Насколько это вообще действенное средство? Это очень действенно. Это очень действенно. Действительно, допустим, при похищении денег, мошенники спрашивают этот трехзначный номер. Если его не будет на карточке, то, конечно, и денежные средства похитить не смогут. Но, с другой стороны, когда, допустим, вы захотите провести какие-то банковские операции сами уже по своей воле в интернет, на интернет-сайтах, вам необходим будет этот трехзначный код. Если для вас это не критично, для ваших родителей не критично, то, конечно, смотрите, и ничего страшного не будет в этом. То есть это одной угрозой будет точно меньше. Насколько сложно найти вот таких телефонных мошенников? Проблема существует, действительно. Дело в том, что в большинстве случаев мошенники находятся в других субъектах Российской Федерации. Это в лучшем случае. А в худшем — в других странах. В том числе в Украине, Латвии, Литве, ну и в других странах, как Нидерланды, Швеция. И взаимодействие с данными странами у нас обусловлено очень такими проблемами небольшими, как сами можете догадываться. Но найти можно. Найти можно. Процент раскрываемости у нас достаточно большой. 30%, около 30%. Это достаточно большой процент. Мы, что мы делаем, мы раскрываем, задерживаем данных мошенников. Возможно ли вернуть утерянные деньги? Тех, кто попался все-таки на удочку мошенников, написал заявление в правоохранительные органы. Конечно. И мошенника задержали. Конечно. Вернуть денежные средства можно. Во-первых, это в процессе уже расследования уголовного дела, уже когда дело до суда доходит. Мошенники, как правило, сами добровольно возмещают определенные суммы денежных средств. Ну и в принудительном порядке по решению суда. Описывают имущество и доход государства. После этого уже гражданам возвращают денежные средства. Но если говорить о других видах мошенничества, сейчас практически, насколько я знаю, многие перешли в интернет. Например, есть фейковые интернет-магазины. Есть такие сайты-дублеры. Как это работает? Почему люди покупаются? Что в них правдоподобного такого? Во-первых, сам сайт, оболочка сайта, она один в один, как у официального сайта, создает. То есть там работают профессионалы, грубо говоря. И разница всего может в нескольких буквах, так сказать, в номиновании сайта. И когда вы, допустим, приобретаете, либо оплачиваете какие-то услуги на данном сайте, то действительно вы не знаете же, как правило, настоящий этот сайт или нет. Поэтому в этом случае лучше всего проверить в интернете отзывы о данном сайте. Потому что многие же граждане пишут, которые сталкивались уже с данными мошенничествами, с данными преступлениями. Вы узнаете об этом, что действительно сайту можно доверять, либо, допустим, нельзя доверять. Вбиваете в поисковую строку именно наименование этого сайта, и там результат уже будет виден. Ну и, как правило, обращаться уже к проверенным сайтам, проверенным фирмам, проверенным предприятиям, организациям. Вот буквально за несколько минут до нашей беседы я случайно, волею случая подслушала разговор. Барышня рассказывала, что сайт, на котором она обычно заказывает одежду, косметику, еще что-то, интернет-магазин, она обнаружила целых три дублера, которые практически не отличаются. Вот что это за сайты-дублеры, интернет-магазины-дублеры, как можно вычислить, что здесь собака все-таки зарыта? Ну вот, как я уже говорил, вычислить тяжело очень, потому что оболочка одна и та же практически 100% совпадает с оригинальным сайтом. Тут необходимо действительно как бы трезво оценивать ситуацию, действительно посмотреть по интернету все-таки, какие отзывы пишут, ну и быть осторожным, никогда не переводить, не посовершать предоплату за покупку товара. Вот это самое главное. Ну вот, в общем, об этом-то и все. Ну вот, интернет-магазины, насколько я знаю, по моему опыту, они редко работают как раз по предоплате, поэтому, уважаемые зрители, это очень важный момент, не вносите деньги до того, сначала стулья, вечером стулья, утром деньги. Ну и вот, насколько я знаю, мошенники очень любят бить, что называется, по-живому и, скажем так, одноболевшим. Сейчас ранее Владимир Владимирович Путин, президент России, анонсировал выплаты на детей. И есть ли уже способы мошенничества относительно каких-то выплат социальных? Предлагают ли мошенники какие-то услуги по этому поводу? Ну вот, по обналичию материнского капитала, да, действительно, как только появилась данная, как бы сказать... Опция. Опция, да, да. То есть, да, появились мошенники, которые предлагали обналичие материнского капитала за определенный процент. Ну, сейчас это не очень распространено, граждане более трезво к этому относятся. А по последним выплатам, нет, такого не слышал, чтобы были какие-то заявления, обращения по поводу мошеннических действий именно с выплатами в последнее время. Есть какие-то специфические коронавирусные, назовем их, мошенничества, способы мошенничества? Ну, участились в связи с коронавирусом, участились, значит, мошенники представляются сотрудниками каких-либо организаций. Вот Роспотребнадзор, медицинских организаций предлагают за определенные средства продезинфицировать, так сказать, помещение, лестничество, площадку. То есть такие случаи, да, действительно были, но тоже не очень распространены. Как понять, что действительно это мошенники, а не представители управляющей компании, не представители Роспотребнадзора? Потому что это действительно в период, когда все очень волнуются за свое здоровье, хочется максимально обезопасить себя, свою семью, и люди готовы платить деньги за то, чтобы вот эту безопасность получить? Ну, как правило, у всех есть телефоны и управляющие компании. Это то же самое, как граждане представляются сотрудниками газовых служб, предлагают услуги по установке оборудования для газовых плит. Это то же самое, надо позвонить либо в газовую службу, либо в управляющую компанию и спросить. Вот у нас сейчас подошли там двое товарищей, там или трое, или один, и вот предлагают эти услуги. Там управляющая компания, они знают, кто должен прийти, какие услуги предоставить. И то есть скажут уже гражданам, либо это мошенники, не открывайте им, не соглашайтесь на их условия, либо действительно это представители тех или иных служб, и они действительно будут обрабатывать там, либо устанавливать какое-либо оборудование. Я слышала, что стали все чаще предлагать какую-то компенсацию за коронавирус, антикоронавирусные маски покупать, вот что-то такое в целях защиты. Есть ли обращения по этому поводу? Есть обращения по оптове в продаже масок. Кто-то заказывал, допустим, приобрел то же самое через интернет-сайты, оптовую партию масок, внес предоплату, но, соответственно, ни масок, ничего не получил и потерял деньги. А таких единичных случаев, как бы, розничных такого не было. Ну вот все-таки все новое, это хорошо забытое старое. Какие-то есть схемы мошеннические, которые, скажем так, ренессанс переживают сейчас? Да, есть у нас, к сожалению, опять активизируются мошенники. Звонят гражданам, представляются родственниками, либо сын, либо дочь, либо муж, либо отец, и говорят о том, что попал в ДТП, необходимо внести денежную сумму. Сейчас приедет человек, необходимо передать денежную сумму определенную для того, чтобы отдать сотрудникам полиции, и вопрос будет решен. Это смс-ки? Смс-ки, ватсап, звонки? Это звонки, это звонки, в основном звонки только идут. Что в результате происходит? Действительно подъезжает какой-то человек? Приезжает человек, значит, граждане, как правило, женщины дают денежные средства, человек забирает, уезжает, и, соответственно, а потом только граждане начинают звонить своим родственникам, спрашивают, ну как, что, все нормально у тебя? И после этого узнают, что все хорошо, ничего не было, и они стали жертвой мошенников. То есть я так понимаю, что вот такие граждане, они берут внезапностью какую-то, потому что, ну как не узнать своего мужа, своего сына или своего родственника по телефону? Во-первых, когда они звонят, они приглушенно, тихо, там говорят, мама, папа, и самая первая реакция у родителей, это сынок, там, дочка, что случилось? И тут трубку неожиданно там перехватывает другой мошенник, говорит, вот я такой-то, такой-то, сейчас ваш сын совершил, там, или дочь, совершили ДТП, и сейчас мы их повезем в полицию, будем оформлять. Если вы хотите решить вопрос мирно, вам необходимо такую-то сумму, так сказать, передать человеку. Насколько большие суммы в этом случае забирают? От 100 до 500 и больше. Тысяч? Тысяч рублей, да. Все-таки для того, чтобы все наши зрители, все те, кто сейчас нас смотрит, знали, как вообще происходит тема, если происходит ДТП, ДТП, какие действия у полиции, то есть, и что нужно делать, если вдруг действительно кто-то позвонил, сказал, что вот у меня тут ДТП? Ну, во-первых, никто не будет никаких денежных средств требовать. Это самое главное. Действительно, если, не дай бог, произошел какой-то случай, то ваши родственники сами позвонят, либо сотрудники полиции позвонят и скажут, что вот такая-такая-то произошла ситуация, вам необходимо либо подъехать самим на место, либо там в полицию подъехать. Никаких денежных средствах разговора быть не может. Все-таки есть какие-то новые методы и способы отъема денег у населения? Есть какие-то способы мошенничества, от которых вы недавно начали сталкиваться? Потому что, насколько я знаю, мошенники – это одни из тех людей, кто не стоит на месте и все время придумывает что-то новенькое. К сожалению, да. К сожалению, голова работает у них очень хорошо, у мошенников. Каждый раз придумывают что-то новое. Последнее, с чем мы столкнулись, это тоже мошенники звонят гражданам, представляются сотрудниками банков и говорят, что точно такая же легенда, что сейчас пытаются похитить ваши денежные средства. Но для этого вам необходимо скачать программку, установить специальную на компьютер, и ваши средства будут в безопасности. Граждане переходят по ссылочке, они на смс-ки приходят с ссылкой, переходят по ссылке, устанавливают программу, невредоносную, а простую программу TeamView или AnyDesk. И тем самым мошенники получают доступ полностью к телефонам граждан и тем самым к мобильным банкам. И на свое усмотрение распоряжаются как и данными граждан, так и банковскими счетами и денежными средствами. Хочется отметить, что в самой себе программе TeamView и AnyDesk нет ничего плохого, это просто получение удаленного доступа. То есть автоматически человек устанавливает эту программу, что происходит? Жулики получают доступ к телефонам, компьютерам граждан. Между тем, эта программа абсолютно законопослушная, мы работаем на студии 41, мы работаем удаленно как раз по этой программе, так что, пожалуйста, не устанавливайте их на свои сотовые телефоны, чтобы ничего не произошло. Что все-таки грозит нарушителям закона в зависимости от количества средств, которые они похитили? Это тяжкий состав преступления до 10 лет. Есть какие-то базовые советы, которые можно дать горожанам, которые можно дать свердловчанам, чтобы они не покупались на различного рода разводки? Самое главное – это никогда не давать свои персональные данные, никогда не давать свои номера счетов, смс-сообщения, которые приходят на телефон, никому не давать, не передавать третьим лицам. Когда вы видите, что звонит неизвестный номер, начинается 495, 492, либо 8800, если вы знаете, что вам никто не должен позвонить, лишний раз не берите трубку. Если все-таки произошел звонок, там представились сотрудниками банков, сказали, что сейчас существует возможность, что у вас денежные средства похитят, всегда скажите, я сейчас перезвоню, либо перезвоните попозже. И обязательно сделайте дозвон в официальный банк, на телефон, который у вас находится на обратной стороне банковской карты. Это по кражам с банковских карт. Также по мошенничествам в сети интернет. Сети интернет – это покупка, продажа товаров, услуг, аренда, сдача квартир. Никогда не вносите предоплату, не видя товар, не видя человека вообще. И то же самое, значит, существует сейчас тоже мошенничество такое, когда граждане продают какой-либо товар, мошенники звонят, говорят, все хорошо, нам нравится, мы берем, покупаем, скажите ваш номер карты, подойдите к банкомату, скажите номер карты, сейчас я вам предоплату 100% внесу. Граждане приходят к банкомату, говорят номер карты, товарищи якобы по телефону говорят, что да, все, я деньги отправил, скажите мне смс-сообщения, которые пришли. Сейчас мне надо вам перевести, вот смс-ки пришли. Граждане говорят смс-сообщения, тем самым лишаются всех денежных средств. Никогда, еще раз говорю, не говорите суперсиональные данные, не вносите предоплату, включайте трезвую голову. И не забывайте про вот эти вот три волшебные цифры, CVV, потому что их важность почему-то недооценивают, насколько я знаю. К сожалению, когда уже только происходит печальный случай, тогда уже начинают думать, а зачем, зачем сказали. Ну и обращаться в правоохранительные органы. Потому что я, насколько знаю, те, кто пострадал, ну, скажем, на незначительную сумму, тысяча рублей, 500, 300, казалось бы, вот такая мелочь, чего ради стоит беспокоиться. Нужно ли в этом случае писать заявление в полицию? Конечно. Это было совершено преступление, об этом необходимо обязательно заявить в полицию. Дальше мы уже будем разбираться, раскрывать преступление, расследовать, задерживать преступников. Спасибо вам большое, Артем Анатольевич. Напомню, Артем Лаздой, начальник отдела по борьбе с мошенничеством Управления уголовного розыска Главного управления МВД по Свердловской области, подполковник полиции, в подробном разговоре. Берегите себя, свои финансы и настроения.